Добрый день, дорогие участники конференции. Спасибо большое, что продолжаете проявлять интерес в нашей работе. Я бы хотел также поблагодарить лекторов и моих коллег, которые уже выступили с докладами. Спасибо вам большое. Итак, меня зовут доктор Айбектор Гуржаев. Я врач-невролог, занимаюсь двигательной патологией в клинике «Семейная». Сегодня я бы хотел рассказать о последних разработках в области лекарственной терапии пациентов с мультсистемной трофией. Это небольшая информация обо мне. Я прошел обучение в Центре двигательной патологии Куалампура. Я не имею никаких финансовых взаимодействий и взаимоотношений с представительной фан-компанией, чья продукция, возможно, будет представлена в этой лекции. Итак, вообще говоря о возможных точках приложения идеях и концептах, которые разрабатываются для лечения мультсистемной трофии, и вот это мы, по-моему, представим, как звездное небо. То есть настолько много идей, возможно, с точки приложения терапии, которая на сегодняшний день осуждается. Если мы, как наблюдатели этого звездного неба, постараемся отобрать самые важные, видные исследования и темы, то, наверное, приблизительно получится то, что я сегодня постарался для вас сделать. Поэтому надеюсь, что это будет полезно. Итак, давайте немножко вспомним о том, что такое мультсистемная трофия. Я понимаю, что мои коллеги уже рассказали, загрузили вас в эту тему. Но, тем не менее, если мы так вот постараемся стезисно пройти, то мы поймем, что мультсистемная трофия – это заболевание, при котором происходит нарушение обмена определенных мозговых спелков, в частности, в процессе уклеина. Ведущей картиной неврологической является паркинсонизм, плюс какие-то дополнительные симптомы, в частности, при мультсистемная трофия – это эгитативное расстройство и, может быть, мужичковая атаксия. И при этом альфа-сенуклеин откладывается в глиальных клетках, в футоплатных глиальных клетках, как глиальные цитополоматические включения. Если мы посмотрим на картинку, которая появилась сейчас на слайде, и рассмотрим снимок слева, то мы увидим срез мозга пациента, страдавшего болезнью паркинсона. И если обратить внимание, то мы увидим, что черная субстанция, она бледная. А в остальном никаких глобально атрофических процессов в головном мозге не происходит. С другой стороны, если мы посмотрим головной мозг пациента, с мультсистемной трофии, то мы обратим внимание, что в коррупе или в путамине мы увидим уменьшение объема по сравнению, например, с пациентом с болезнью паркинсона, то есть уменьшение объема данного образования головного мозга. При этом черная субстанция не такая бледная, как у пациента с болезнью паркинсона, что более важно, происходит выраженная атрофия моста, а также средней морочковой ножки. Это имеет достаточно важное значение в диагностике, потому что при нейрозеализации мы можем увидеть специфически измененные МРТ. Говоря дальше, нам очень важно посмотреть на так называемую микроанатомию или микропатологию, то есть мы смотрим клетки уже под микроскопом, и если мы обратим внимание и покрасим эти клетки специфическим образом, то мы увидим, что у пациентов с болезнью паркинсона формируется тельца леви, тельца леви или же левенирит или левиатровский, а у пациента с мульсистемной атрофии формируется глияльный и нереальный цитоплазматический включение, то есть альфа-синуклеин группируется в цитоплазме и формируется специальное включение. При этом, хотя и болезнью паркинсона, и мульсистемной атрофии является альфа-синуклеинопатией, есть между ними определенная разница, и эту разницу мы можем показать. И было проведено достаточно красивое исследование, публикованное в 19-м году, когда брали альфа-синуклеин, и извлекали из ликвара у пациентов с страдавших болезнью паркинсона и мульсистемной атрофии, помещали данный белок в культуру клеток и смотрели, что произойдет. И вот если мы посмотрим на эту картинку, то мы увидим, что если альфа-синуклеин получен у пациента с болезнью паркинсона поместить в культуру клеток, то в них образуется сельсалерий. Вот она здесь представлена. С другой стороны, если же альфа-синуклеин был взят у пациента с мульсистемной атрофии, формируется цитоплазматические включения, вот они тут как нити светятся. И поэтому на сегодняшний день мы поняли, что данный тип альфа-синуклеина он разный у пациента с болезнью паркинсона и у пациента с мульсистемной атрофии. При проведении электронной микроскопии, то мы увидим, что альфа-синуклеин полученный у пациента с мульсистемной атрофии, он более закручен, имеет больше таких перетяжек, а альфа-синуклеин полученный у пациента с болезнью паркинсона он более ровный, более выпрямленный. И, что более важно, альфатинуклеин у пациента СМСА более токсичен, и меньшее количество клеток выживает при большей концентрации патологического белка. Если так резюмирую, то на сегодняшний день мы имеем технологии, которые позволяют различать и отличать эти белки. Если мы возьмем жидкость, мозговую жидкость пациента с мультистинной тракцией и болезни пациента СМСА, данное место называется циклическая амплификация с неправильным сворачиванием белка. Также мы должны понимать, что альфатинуклеин имеет приемно подобные свойства, то есть способен индуцировать похожую морфологическую картину. То есть, опять-таки, мы берем жидкость, пересаживаем эту жидкость или подсаживаем эти белки в нормальной клетке, и в этих клетках формируется изменение, характерное для заболевания. И, что более важно, у пациента СМСА цитотоксические свойства белка намного более выражены, чем у пациента с болезнепартинезом, и, возможно, это характеризует и объясняет особенность клинического течения этого заболевания. Если мы поговорим немножко о таблетках, которые вообще используют, доктор Шопошамбета должна отдельно рассказать еще о лекарственной терапии, то в целом мы увидим, что в постсоветском пространстве мы используем следующие препараты, то есть солеводопосодержащие препараты, препараты, содержащие альтокапон, дофаминергические агонисты, амантадин и разные препараты для поддержания давления. Кроме того, для симптоматической терапии можно использовать различные другие препараты, например, препараты, которые применяются для нейрогенного чуропузыря и так далее. А если мы говорим о новых препаратах и препаратах, которые нам очень необходимы, это препараты, которые меняют течение болезни, то эти препараты должны пройти ряд этапов. И здесь представлена такая общая схема. То есть сначала мы обнаруживаем точки приложения, то есть мы обнаруживаем какой-то патологический механизм, на который можно повлиять. Дальше идут исследования на группе клеток или же на животных. И дальше уже идут клинические исследования, когда мы сначала берем в первой фазе добровольцы, во второй фазе это большое количество пациентов, на третьей фазе идет большое количество пациентов, сорондонизации и так далее. И потом уже, собственно, когда мы понимаем, что цель, которую мы перед этим препаратом ставим, она выходит в клиническую практику и идет так называемое постмаркетинговое исследование. Точки приложения, которые нам очень важны, и которые по сегодняшним данным могут поменять течение болезни, это точки приложения, которые являются следующие, то есть это процесс аутофагии, уже сформированных патологических агрегатов, либо это очистка лекомеров, либо это иммунотерапия, то есть создание вакцины, которое научит иммунную систему атаковать эти накопления белков, либо это вещество, которое влияет на процесс агрегации, то есть слепание этих белков. Если мы посмотрим, что публиковалось уже на сегодняшний день, то мы поймем, что на самом деле уже какие-то интересные наработки есть. Например, молекула с интересным названием англиц-38b, это молекула с низкомолекулярной массой, которая приводит к выживаемости клеток. Если вот мы посмотрим на картинку здесь, это микропотография групп клеток. Здесь вы видите здоровый модельный организм, достаточно большое количество акционов, большое количество клеток. это модельный организм, при котором уже сформировалась болезнь, обратите внимание, что оно плетнее, количество волокон меньше, и здесь уже в разных дозах используются данные молекулы. Если обратить внимание, в максимальной доде применения большой разницы между здоровым, подопытным организмом и модельным организмом с развитием болезни и с применением лечения не такая и большая, поэтому данная молекула является многообещающей, и, скорее всего, она в скором времени войдет уже на клинические обследования, потому что было выделено достаточно большое количество финансовых средств на изучение этой темы. С другой стороны, есть так называемый молекулярный пинцет, вот таким интересным названием, CLR01. Механизм есть этого вещества, заключается в том, что он блокирует образование молекулярных олигомеров альпсинуклеина. Если мы посмотрим на микрофисологические снимки здесь, то увидите, что каждая отдельная пятая точка это, собственно, отложение белков альпсинуклеина у модельного организма, а здесь этому модельному организму дают молекулу, которая выглядит вот таким вот образом, это ее молекулярная схема. И обратите внимание, что количество отложения, оно просто уменьшается, что говорит о том, что, по крайней мере, на уровне модельных организмов данная идея и концепция работают, поэтому мы будем ожидать клинических исследований на этой теме. С другой стороны, есть молекула VX765, которая работает как ингибитор КАСПАЗа-1. То есть механизм действия данной молекулы заключается в том, что она блокирует так называемую ЦНК-концевую терминаль и блокирует разветвление и олигомеризацию альпсинуклеина. То есть альпсинуклеин олигомеризуется за счет разводения ее ЦК-концевой терминали, и на который накладывается новые и новые молекулы. Так вот, эта молекула является ингибитором этого процесса. И опять-таки, если мы посмотрим на гистологические снимки, то здесь мы видим, что количество клеток в модельном организме, которому дали плацебо, количество клеток меньше, то есть идет процесс альпрофини, то у модельного организма, к которому был применен данная экспериментальная молекула, мы увидим, что количество клеток больше, то есть больше клеток выживает в процессе терапии. Интересно, в отношении иммунотерапии разрабатываются вакцины, которые учат иммунную систему атаковать альпсинуклеин, и исследование Асфилис, его первый этап, первая фаза показало, что формируется достаточная степень так называемого иммуногенности, то есть формируется стойкий и сохраняющийся иммунитет, даже несмотря на то, что мы оценим через 36 недель после введения различных доз веществ. И что самое важное, что переносимость хорошая, и в целом данная концепция показалась безопасной, поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ждет больше исследований на эту тему. Интересным также являются подходы с применением иммунотерапии, например, молекула рапомицина, которая использует на сегодняшний день трансплантологию для предотвращения отторжения пересаженных органов. Она также показала активность в виде усиления аутофагии, то есть процесс разрушения накопившихся каких-то веществ. И, например, препарат Нилотиниб, который является ингибитором тиротикиназа и Абельсона, с другой стороны, например, даже был опубликован случай, где пациенту использовали данную молекулу и показали, что у пациента происходит стабилизация состояния и даже были достигнуты определенные улучшения. Поэтому на сегодняшний день идет исследование на эту тему и мы будем ожидать результатов, потому что последние обновления были сделаны в апреле 2021 года, а само по себе набор уже был завершен. Однако есть какие-то данные о том, что он завершен преждевременно, поэтому мы будем ждать результатов, посмотрим, что там получится. Снижение продукта антицинуклеина может быть достигнут за счет применения антицинусловых олигонуклеотидов. Для того, чтобы очень сильно упростить, некоторые коллеги со мной не согласятся, мы можем назвать даже некого рода генотерапией. И есть ряд даже публикаций на эту тему, что применение антицинусловых олигонуклеотидов может быть полезным. Принцип действия, чтобы было понятно, оно такое, формируется некая информационная РК, то есть это информационная определенная обследовательность, на основе которой синтезируется белок. Когда мы даем антицинусловой олигонуклеотид, это молекула, которая состоит из множества гуклеотидных оснований, которая приводит к тому, что в итоге формируется гибридная РНК и происходит процесс разрушения этой информационной РНК, и это приводит к тому, что патологический белок просто не образуется. Мне удалось найти два исследования, которые сейчас идут, и пока результатов как таковых нет, но это обновление от апреля 2021 года. Посмотрим, что будет дальше. Говоря о нейровоспалении, влиянии на нейровоспаление, мы должны помнить о том, что есть и изучается так называемый селективный ингибитор миэлоперсидазы, препарат Вердиперсат, который в своей второй фазе с инстезами показал топ-эк, снижение маркеров воспаления в головном мозге, и на сегодняшний день уже идет активное исследование на эту тему. В последнее время они были от мая 2021 года, то есть оно в году, и мы будем дать также исследования на эту тему пациентов с мультисменной трофией. Очень часто пациенты спрашивают в отношении стволовых клеток, возможно, коллеги со мной согласятся, но было выполнено два исследования на эту тему. Значит, одно исследование показало, что в целом применение бенихимальных стволовых клеток полезнее, чем плацебо, да, то есть вы тут видите в графиках, что применение стволовых клеток приводит к тому, что нарастание баллов по шкалеон Сарфенова замедляется, однако у этого исследования есть определенные предупреждения о том, что применение стволовых клеток повышает определенный фактор риска, например, ишемический процесс в головном мозгу, а также, например, интерфекальная форма введения бенихимальных стволовых клеток применение стойкого болевого синдрома с утолщением крышков, как это было показано в другом исследовании. Симпатическая терапия, токсивность на сегодняшний день, наверное, является самой проблемной, потому что если с паркентоническими явлениями и сегетативными расстройствами мы имеем какие-то определенные точки приложения, как это было показано на других лекциях, то с нарушением равновесия и баланса мы обладаем меньшими возможностями, в основном они укладываются в немедиками, в том, в методотерапии. Однако с недавних пор начинают активно поднимать вопрос об модулировании НМД-рецепторов как возможной точкой приложения атаксии, и даже началось исследование, куда идет активный набор пациентов для тестирования вот этой молекулы с таким сложным названием для того, чтобы оценить вероятное влияние на степень выраженности атаксии. Говоря о симптоматической терапии дальше, мы должны обязательно обратить внимание на вегетативные расстройства, в частности, атаксистической гипотезии, то есть ситуации, когда при перемене позиции тела часто при вертикализации происходит падение реального давления. На сегодняшний день одним из новых подходов, хотя, несмотря на то, что оффлэйбл, но атомоксистин, все-таки используется для лечения нейрогено-аркетической гипотезии, тем не менее, есть два исследования, один с амприлокситином, второй с атомокситином, который изучает вопрос терапии нейрогено-аркетической гипотезии. Суть действия этих препаратов отличается в том, что они блокируют обратный захват норрекинефрина, тем самым увеличивая концентрацию его в терапевтических щеге на сосуды системы. Также, если мы вообще в целом немножко отойдем от тематики именно мультсистемной трофеи и сгруппируемся вокруг партнерсионических явлений, то мы увидим, что есть вообще отдельная тема попыток научить выжившие клетки или соседние клетки делать то, что обычно делала клетка, которая погибла рядом с ней. Я говорю про векторные технологии подсадки определенного генетического материала, чтобы научить клетки, которые в целом не запрограммированы, это делать. Например, синтезировать дофамин. И было исследовано в 2014 году с применением препарата технологии Просавин у 15 пациентов. Пациентов, которым ввели, собственно, в головной мозг данный вектор, они увидели, что в целом технологии безопасны, хорошо переносимы. С другой стороны, используют аденоассоциированные вирусы для того, чтобы подсаживать в клетки полосатого тела гендокорпесилазы глутаминовой кислоты. Исследование 2011 года также показало технологии безопасны, переносимы. А также были попытки использовать вектор для того, чтобы внести в клетки скорлупы гендокорпесилазы давали на кислот. И опять-таки технология показалась безопасной и переносимой. Мне неизвестны более новые исследования на эту тему, однако, учитывая степень интереса к этому, мы будем ждать более новых, наверное, исследований с целью применения подсадки генетического материала. Наверняка многие из вас слышали о ультразвуке и большинство из вас, наверное, слышало, что на сегодняшний день создали так называемую хирургию без капеля, то есть ультразвуковое фокусированное фокусированное деструкция обстрелённых ядер головного мозга и в 2019 году, например, где одобрило к применению пациента с болезнью Паркинсона. Но у этой технологии это лишь промежуточная стадия, то есть таргетная абляция является промежуточной стадией данной технологии. Я говорю о том, что учитывая, что гемотенцифатический барьер это барьер, который разделяет ткани мозга и кровь, этот барьер является достаточно весомой проблемой в разработке вообще лекарственных препаратов, потому что у большинства препаратов есть проблема недостаточного проникновения в ткани головного мозга. Так вот, технология фокусированного ультразвука позволяет, по крайней мере, в теории, например, подобрать такие параметры частоты, которые открывают поры в гемотенцифатическом барьере в нужном нам месте. И на сегодняшний день обсуждается, по крайней мере, наверное, это является скорее концепцией, нежели более фундаментальным исследованием на сегодняшний день, что применение фокусированного ультразвука позволит потенциально открыть гемотенцифатический барьер там, где нам нужно, и тем самым доставить туда препараты, которые должны быть туда доставлены. Поэтому будем наблюдать и за этим направлением тоже. Продолжая поток наших мыслей, мы обязательно, наверное, должны поговорить о так называемой светотерапии. Да, то есть с 16-го года, например, начинают активно изучать тематику применения вообще светотерапии при неродиенте на заболеваниях и обычно используют около инфракрасный спектр света. Да, и, например, сейчас активно идут два исследования с эндовентрикулярным введением светоосвещения, а также интеркриняем либо интерназальным облучением. Но здесь я тоже сразу должен сказать, что вы можете, вы могли даже сталкиваться с различными иными методами лазеротерапии, однако стоит помнить, что все эти методы, о которых я говорю сегодня, они являются скорее экспериментальными и несут определенные риски, поэтому нужно быть осторожным и не подвергать себя определенным дискам. В сухом остатке, то есть резюмируя, очень важно, чтобы мы продолжали за этими новостями следить и очень важно вовремя, если появится какой-то новый метод лечения, активно переводить, транслировать данные клинических исследований в нашу клиническую практику. Со своей стороны я попросил наших дорогих пациентов ни в коем случае не отчаиваться, то есть наука развивается, наука движется, вы видите, что большинство исследований, которые я поставил в своей презентации сегодня, это исследование от 16-го года и далее, тематика последних пяти лет. вы обязательно должны заниматься своими физическими кондициями, физическая терапия помогает и она облегчает симптомы, вы должны работать со своим врачом, подбирать симптоматическую терапию как можно лучше. Естественно, что скорее всего, если вы почувствуете что-то или какое-то облегчение какого-то препарата, обязательно делитесь своим опытом, потому что в мире двигательной патологии известно много случаев, когда пациенты случайно замечали позитивные эффекты каких-то других препаратов, которые принялись к другой целью на своих физических кондициях и возможно вы заметили за собой эффекты каких-то препаратов, которые потенциально могут кому-то помочь. Поэтому обязательно делитесь вашим лечащим возможным запустим цепочку исследований. А на сегодняшний день я на этом в целом закончил. Спасибо большое, что послушали эту лекцию. Я надеюсь, что она дала вам какую-то пользу, дала надежду. Я с своей стороны благодарю всех коллег, которые участвовали в подготовке данной конференции. Благодарю зарубежных коллег, благодарю коллег, которые работают со мной в Центр сложного диагноза. спасибо всем большое и до свидания. До свидания.